Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И предлагаю по-настоящему летний рецепт с кабачком. Казалось бы, используется всего несколько ингредиентов. Основными являются кабачок и фарш. Но получается настолько вкусное, сочное и самодостаточное блюдо, что оно достойно не только обычного ужина, но и праздничного стола. К тому же, готовится очень просто. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Для начала молоденький кабачок тру на крупной терке, затем дам ему постоять и солью лишнюю жидкость, не отжимая. Также тру луковицу. Несколько кусочков батона или белого хлеба заливаю водой и дам немного постоять, а затем отожму от лишней жидкости. К фаршу я беру свина говяжий, добавляю луковицу, соль и специи по вкусу, а также отжатый батон. Затем хорошенько размешаю, прямо вымешиваю как тесто. К кабачкам добавляю резаную зелень, соль и специи по вкусу и размешиваю. Беру кусочек фарша и хорошо отбиваю об руку. Это удобнее делать влажными руками. Затем формирую шарик и выкладываю на противень, застеленный фольгой. Ее я смазываю растительным маслом. Друзья, не забудьте поставить под этим видео лайк или дизлайк, а также обязательно напишите комментарий. Вам это не трудно, а я буду рада, ведь это способствует развитию канала. Далее в каждом шарике я сделаю углубление. Это можно сделать при помощи стакана, дно которого нужно смазать растительным маслом или просто руками. Пальцы также можно смазать растительным маслом или водой. В каждое углубление выкладываю побольше кабачковой начинки. В нее, кстати, можно добавить тертый сыр. Отправляю противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут. После этого беру сметану, смешанную срезанной зеленью, тертым чесноком, солью и специями. И выкладываю этот соус на кабачки, примерно по одной полной столовой ложке. Затем опять отправляю противень в духовку еще на 10-15 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Ну вот гнездышки готовы, они очень вкусны как в горячем, так и в остывшем виде. Мясо пропитывается соком кабачков и получается очень сочным. Особенно это видно на фотографии, обратите внимание. Главное, не пересушите их в духовке. Это блюдо можно подавать как самостоятельное, а можно дополнить каким-нибудь гарниром. Кстати, вместо свиноговяжьего фарша можно взять куриный, тогда время приготовления сократится. В общем, обязательно приготовьте и впечатлениями не забудьте поделиться в комментариях. Смотрите на канале также и другие рецепты, подписывайтесь на канал «Есть-поесть». А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!